Я как-то вообще всегда упускала мимо вот эту тему питания детей. Ну, во-первых, просто потому, что ко мне обращаются-то, в принципе, взрослые со своими проблемами. И вся моя концентрация была именно на взрослых, на разгребании вот тех проблем, которые взрослые люди наживают к своим годам – 30, 40, 50, 60 и так далее. Хотя, врать не буду, несколько раз у меня были на консультациях мамы, которые приходили именно из-за детей, потому что у детишек были некоторые проблемы. И приходили даже семьями – мама, папа и дети. И мы составляли такой совместный семейный рацион, чтобы всем было всё понятно. И каждый имел какую-то свою такую схему, приспособленную больше к его ритму жизни. Будь то школьник, будь то детсадовец или там работающий человек или домохозяйка. И когда я консультировала вот этих людей, маму, да, с дочкой, и маму, папу, и дочку, у меня такое было вот прям глубокое уважение к этой семье, такое просто преклонение. Потому что на самом деле это редкость, да, когда такое вот единодушие, единение у родителей вместе, да, о том, чтобы позаботиться о здоровье ребёнка, о питании ребёнка. То есть те родители, которые всё-таки прочухали, они поняли, да, что здоровье ребёнка напрямую зависит от его питания. Это очень продвинутые родители, мне прямо хочется вам аплодировать без конца. И просто, вот, просто преклоняюсь. Я знаю, что среди вас, я просто вот вижу знакомые мне имена, я знаю, что среди вас тоже есть такие родители, которые сами сейчас переходят на естественное питание и переводят своих детей, и получают вот такие вот результаты. Я вижу, что это действительно имеет эффект. Ну, а те, кто пока ещё не представляет, да, как это оздоравливает питание детей, как это куда-то их там переводить или себя переводить, ну, значит, вот начнём с сегодняшнего прямого эфира разбираться, да, что это такое, как внедрять хорошую, правильную, здоровую еду, и как вообще жить дальше. Ну, и начну я с самого начала, вот, прямо вот с самого рождения ребёнка. Вообще, надо сказать, что ребёнок – это, в принципе, такой же человек, как и взрослый. То есть, и вы когда-то были ребёнком, да, но вы же не можете сказать, что вы как-то круто трансформировались, вот были вы ребёнком, это было какое-то одно существо, да, которое как-то там по-особенному жило. Потом прошло время, и вдруг бабах, и вы совершенно другое существо, да, взрослый. Нет, ребёнок и взрослый – это одно и то же. Просто он растёт, и у него всё внутри него растёт. Но он рождается с точно такой же пищеварительной системой, с точно такой же выделительной системой. У него организм – абсолютная копия взрослого человека, только она маленькая, и там ещё не всё развито в полной мере, да. Некоторое развитие приходит чуть позже. Ну, это уже там есть специфические особенности, но мы сейчас не об этом. Мы в основном будем говорить о пищеварительной и выделительной системах. А она-то, в принципе, идентична. Я прочитала в одной книге одну очень интересную, занимательную вещь. Ну, я бы даже сказала, прямо для меня это была шокирующая новость. Я не знаю, знаете ли вы это, но это заключается в следующем. Когда ребёнок рождается, как он идёт через родовые пути матери? Ну, если это нормальные роды, а обычное, естественное предлежание ребёнка, да, как он идёт? Он идёт лицом вниз, то есть головка идёт, да, и лицо повёрнуто не вверх, а вниз. Именно так, таким образом, чтобы во время прохождения через лона матери ребёнок своим губами, язычком, то есть вот всеми своими, ну, своим лицом смог соприкоснуться с родовыми путями матери, но не только с родовыми, да, не только с теми выделениями, которые естественны для родов, но и ещё, чтобы проскользнуть по, как это сказать правильно, по анусу, то есть чтобы соприкоснуться с выделениями из ануса, из кишечника. Природа это специально запрограммировала, чтобы ребёнок при рождении уже схватил материнских бактерий. Представляете, как всё мудро устроено? Ребёнок уже при рождении хватает эти бактерии, которые есть у матери, и он с матерью как бы соединяется, и у него в кишечнике начинает вырастать такая же микрофлора, как и у матери. Вот почему у нас, ну, дитя и мать, да, ребёнок и мать, они связаны, как говорят, какими-то просто неразрывными связями. Так вот эта связь, она ещё и заключается вот в бактериальном фоне. У них одинаковый бактериальный фон, то есть, когда ребёнок только родился, да, и прошёл, естественным образом, через пути матери, у них одинаковый бактериальный фон, что у матери, что у ребёнка, потому что он хватанул её бактерией. Потом он начинает кормиться молоком, он сосёт грудь. Я думаю, вы понимаете, что грудь тоже не идеально кристально чистая, там тоже есть бактерии, и он тоже хватает эти бактерии, которые тоже проникают в его кишечник. Таким образом, он полностью готов к жизни. То есть, мать, рожая ребёнка и кормя его грудью, полностью приготовила его к той жизни, к которой живёт она. У него точно такие же бактерии, как у матери. Он точно так же готов жить и переваривать там пищу. Но пока он первое время переваривает молоко, потому что сейчас это самое лёгкое, а ему нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к этой жизни, приспособиться к ней. Поэтому, кроме молока, ему, собственно, пока ничего и не нужно. Именно материнского молока. Это о том, что ребёнок – это точно такой же человек, с такими же системами, и он точно так же готов ко входу в свою взрослеющую жизнь, как и его родители. Какой жизнь у животного родителя точно к такой же жизни готов и ребёнок. Дальше наступает время прикорма, первого прикорма. Как мы прикармливали детей, так, как нам советовал педиатр, так, как мы читали в умных книжках, так, как принято традиционно. Это какие-то там варёные вещи. Какой-то там варёный желточек, какие-то там варёные протёртые овощи, какая-то капуста, морковка варёная, что-то там ещё варёное, всякие кашки-малашки, всё это варёное, протёртое. И вот ребёночек начинает питаться варёным образом. Будем так говорить, да? Что происходит у него в его пищеварительной системе? Ну, вот происходит ровно то, что происходит у взрослого человека, когда он питается варёной пищей, а именно слизеобразование. То есть, если ребёнок питается только варёной пищей, у него очень много слизи. Поэтому в основном маленькие дети, ну, как правило, да, за редким исключением, часто и много болеют соплями, кашлями, там, температурами и прочее-прочее. Особенно если они там пошли в садик и так далее. И считается, что если ребёнок болеет, ну, вот такими простудными явлениями, ОРВ-шками всякими, то это вполне нормально. Ну, да, вот так всегда считалось, что нормально болеет. А почему нормально-то так, если по сути разобраться? Да потому что у ребёнка уже полным-полно слизи в организме. А поскольку детский организм, он очень чуткий на загрязнение и очищение, то он махом выдаёт реакцию очищения. Вот взрослая может год копить свою слизь, ходить с ней, ничего не подозревать и мучиться там головными болями, но у него не будет никакой ОРВ-шки, просто потому что его организм может быть не готов к очищению. А вот дети – это ещё такие, ну, как сказать, не заетые, да, не забитые такие тушки, как мы, взрослые, и у них это всё очень быстро происходит. То есть вот раз, да, по щелчку, там чуть-чуть ветерок, или там даже без ветерка, какой-то вирус, что-то там, да, погонялся, вспотел, хоп, сразу там сопли, горло, что-то там где-то, да, какое-то, какие-то выделения пошли, слизь, вот так организм ребёнка очищается. То есть теперь вы должны понимать, что если ребёнок болеет, да, у него там сопли, это говорит только о том, что у него уже полно слизи, и его организм благополучно от этой слизи очищается. И вот если это понимать, то напрашивается вывод. Если начинать прикармливать ребёнка не варёной пищей, а сырой, сырыми яблочками, да, яблочное пюре сырое, какими-то ягодками тоже протёртыми, ну, в щадящем формате, да, какие-то пюрешки такие, с приятной консистенцией, потому что ребёнку жевать-то ещё, собственно, нечем, да, чтобы не подавился. Если прикармливать ребёнка сырой пищей, то слизь не будет образовываться, потому что, ну, от чего? И загрязнение не происходит. И сырая пища, она переваривается без слизи образования. Ни от фруктов, ни от овощей, слизи нет. Даже если прикармливать его сырое плюс варёное, то есть какая-то часть сырой пищи, да, те же там яблочное пюре или какие-то ещё ягодные, плюс небольшое количество варёное, там чуть-чуть, ну, прям буквально какая-то там детсел, да, маленький, то всё равно процессы очищения будут преобладать. И, конечно, такой ребёнок будет болеть либо гораздо-гораздо реже, либо вообще не будет болеть, потому что его организму не от чего будет очищаться, у него слизи не будет. И я знаю примеры таких людей. И дети, ну, там, веганов, дети сыроедов или хотя бы там дети просто людей, которые на здоровом образе питания и также кормят и своих детей, то есть больше сырой пищи, а меньше варёной, и нет никаких, ну, вот этих вот, токсичной еды, да, никакой, то такие дети, как правило, конечно, имеют более крепкий иммунитет, они более здоровые, более жизнестойкие, потому что их организм не загрязнён. И я вот, когда работаю со взрослыми, с женщинами, там, да, у которых семьи, дети, внуки, мужья и так далее, часто слышу вот такое вот возражение, так сказать. Женщина говорит, я вот перехожу на естественное питание, но мне очень трудно это делать, потому что у меня каждый день соблазны, ведь я же готовлю мужу и детям. И в этот момент хочется спросить, а почему ты себе желаешь добра, да, ты переходишь на естественное питание, а почему ты не желаешь добра мужу и детям, а почему ты их продолжаешь кормить по старым традиционным форматам, заваливая их желудки и кишечники слизью, а почему бы тебе тоже не взять и начать потихонечку перестраивать их питание. Вот, кстати, о перестройке питания, я что хочу сказать. Естественное питание – это не диета, это не, так сказать, не какая-то особая схема, не какой-то особый рацион. Само слово «естественное» говорит за себя, что это просто путь. «Путь» – это путь изменения питания с традиционного на живое. Живое, в котором много сырой растительной пищи. Ещё раз, да, ещё раз для тех, кто первый раз на эфире. Естественное питание – это по большей части питание сырой растительной пищей, фруктами, плодами, овощами, зеленью, плюс небольшое количество варёной еды, плюс жиры и плюс небольшое количество животного белка, лучше лёгкого, такого, как яиц, рыбы, морепродукты. Собственно, всё. А теперь возвращаемся к питанию современных детей. Вот прям привожу свежий пример. Буквально вот позавчера шла на почту, и там рядом школа, вот дети идут из школы, я обгоняю бабушку с внучкой, ну, такая младшеклассница, ведёт, бабушка взяла внучку, ведёт из школы домой. А я иду сзади, слышу разговор. Внучка спрашивает, бабушка, а что у нас сейчас покушать есть дома? И бабушка с таким торжественным видом говорит, о, у нас такие вкусняшки, я купила твои любимые сосиски с сыром. И девочка такая, ура, 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 сосиски с сыром. А ещё что? А ещё макарошки, говорит бабушка. Вот, и ребёнок прям радуется, невозможно, идёт домой кушать сосиски с сыром и макарошки. Понятное дело, что вот эта такая еда, она не имеет никакого отношения к естественному питанию. Ну, что тут естественно? Сосиски – это неестественная еда. Макарошки – ну, пусть это, они имеют право на существование, но я думаю, что, скорее всего, эта девочка почти каждый день ест макарошки с сосисками. Это её любимая еда. И понятно, что от такой еды ребёнок здоровым точно не будет. Так вот, когда мы говорим о том, чтобы переходить на естественное питание, это не значит, что мы в один мах выкинули из дома вообще всё, всё, что не относится к естественному, оставили только сырые овощи и фрукты, там какое-то количество яиц, немного рыбы, масла сливочное и всё. И посадили вот на это всю свою семью и сами сели, и, значит, ура, ура, мы на естественном питании. Нет, это не работает так. Естественное питание, ещё раз говорю, это многоэтапный путь. Это путь, на котором вы начинаете потихонечку, плавно, постепенно отказываться от вредной еды в пользу полезной, в пользу более полезной, да, более здоровой, более живой. Ну, например, что это? Питание современного человека – это всевозможные продукты, это и молочное, мясное, мучное, с сахаром, это полуфабрикаты, это колбасы, да, те же сосиски, это всевозможные сладости, фрукты, овощи, всё вперемешку, то есть нет никакой системы, когда что захотелось, тогда и вот и едим, да. И что с чем хотим, то с тем и едим. Вот если из этого питания взять и прям в первую очередь выкинуть все откровенные токсины, то есть вся пища, которая содержит хоть какие-то добавки неестественного происхождения, ну, то есть это химические добавки, всё, что относится к усилителям вкуса, к сохранности, да, этим консервантам, ароматизаторам и прочее, прочее. А это практически вся кондитерка. Это вся кондитерка, это все полуфабрикаты, это все пакетированные вещи, это все сырки, йогурты. Просто пойдите по магазинам с лупой и посмотрите, из чего состоят современные продукты, те, которые упакованы, долго в хранение. Там сплошная химия. Химия – это яды. Это токсины. Это добровольное принятие антибиотиков, да, в свою жизнь. И вот это всё кушают дети, которые идут из школы, и которые вот это вот всё там по дороге, все эти чипсы и прочие дрянь едят. Если мы убираем откровенные токсины, да, мы можем оставить просто остальную еду, оставить мясо, молоко, яйца, овощи, хлеб, ну, всё, что ест ребёнок, макароны, каши и так далее. А потом уже вот из этого, из этого состава, да, начинать потихонечку менять процентное соотношение, то есть больше фруктов, больше овощей, меньше макарон, меньше мяса, больше рыбы и так далее. То есть постепенно, постепенно уводить и себя, и ребёнка от тяжёлой еды и делая выбор в сторону более лёгкой. Вот у меня просто на моём прям вот жизненном опыте, на моей практике, со стороны моих клиентов, которые имеют детей, и которые начали переводить детей на естественное питание, или, скажем так, на более естественное, да, чтобы быть адекватно, правильно, то дети очень быстро перенимают вот эту здоровую привычку употреблять сырые фрукты и овощи как самостоятельную еду. Очень быстро. У взрослых в этом плане вот тут шоры стоят на глазах, и тут вот ступоры в башке стоят вот от традиционного, что фрукты – это не еда, что фрукты – это какой-то перекус там между делом, и наесться этим нельзя. Фигушки, неправильная позиция, фруктами наедаться очень даже можно, смотря как, смотря какими фруктами, смотря как их подавать. Вот смотрите, давайте сравним две ситуации. Вот кусок мяса. Вы принесли с рынка кусок мяса. Вот, да, лежит у вас кусок курицы, например. Ну, вы просто его, допустим, сварите, да, и вот как есть, вот в таком виде, хоп, на тарелку, и дайте своей семье без соли, без специй, без всякой там подливки, без овощей. Просто варёная курица, бросьте её вот так вверх ногами на тарелку, вот эту тушу, и дайте, значит, пусть они едят. Вот им понравится такая еда? Я думаю, что вряд ли. Но если очень голодные, там чего-то пощиплют, да, но всё равно соли попросят. А если не очень голодные, то отодвинут тарелку и просто есть не станут, потому что это неинтересно, это невкусно. Вот примерно то же самое происходит, если вы пытаетесь научить ребёнка, приучить, кушать фрукты. Вы берёте яблоко из холодильника, например, да, моете его, втираете и на, ешь яблоко. Ну а если ребёнку вот неинтересно есть это яблоко, он к нему не привык, да, к этому яблоку, ему не нравится эта кислота, может, у него там кусать неудобно, зубов нет или ещё что-то. Просто нет привычки. Он не будет отъесть это яблоко, он откажется и отшвырнёт его. Вывод какой? Если вы над курицей колдуете, вы её маринуете, вы её так-то-так-то режете, вы её украшаете специями, солью, вы её запекаете, вы её на тарелочке раскладываете, вы её с гарниром подаёте. Она у вас такая румяная, с корочкой, вкусно пахнет, с картошечкой, там, украшенная зеленью, на красивой тарелочке, серебряный поднос и так далее. Конечно, это всё выглядит очень аппетитно и красиво. Так сделайте что-то подобное с фруктами. Сделайте это красиво, вкусно, смачно, ароматно, аппетитно. Сделайте какой-то десерт фруктовый. Рецептов полно в интернете. Сделайте красивый фруктовый салат, красивая тарелка, листочки, там, где-то, да, какие-то зелёненькие, положили там шпинаты или мята, красивые, чисто для красоты. Никто не заставляет есть, но красиво будет, да. Нарежьте красиво, уложите красиво. Какую-нибудь рожицу там смешную, глазки, носик. Да ребёнок будет рад, скушайте вот этот вот, да, эти глазки, носик, там, поковыряться, ушки, ручки и так далее. Фантазия нужна, творчество. А главное, чтобы было вкусно. Ну, пофантазируйте, что хорошо сочетается между собой, да. Какие фрукты ребёнок любит. Сделайте хорошее сочетание. Там, нарезали бананчика, да, кружочками. Тоненько нарезали киви, там, сделали какие-нибудь там, да, вот у солнышка там лепесточки, у цветочка лепесточка. Изюминки положили там в глазки, сделали глазки из изюминок. Можно взять, если ребёнок любит, допустим, сметану, да, сметанкой, это ещё и сверху такими, как вот крем делают, да, на торте, ну, рисуют вот этим кремом всякие. Сделайте из сметанки. Если можно, даже сметанку с мёдом перемешать. Это будет как крем. И украсить это всё. Да ребёнок с удовольствием, даже играючи съест такой салат, и будет счастлив, и будет сыт, потому что фруктовый салат, если тем более он ещё и с жирами, он очень хорошо насыщает. Главное не лениться и искать соответствующие рецепты, а их море. То, что даю я, это капля в море, да, там на телеграм-канале, там капля в море. Просто я не могу охватить всё. Но сколько бесплатных рецептов есть в интернете, в книгах, и на всяких там форумах, в группах, это просто нужно искать и собирать свою собственную коллекцию, копилку. Вот, поэтому я знаю точно, что дети очень быстро и адекватно реагируют на внедрение вот таких вот вкусных блюд. И когда появляется много вкусных здоровых блюд, вот из сырой растительной пищи, да, какие-то вкусные овощные салаты, тут тоже просто, допустим, пошинковать капусту, да, посолить её, полить маслом и дать ребёнку наешь, он может отказаться запросто, да. А если это подумать, как, да, с чем смешать, как её, как её, эту капусту подать, да, что с ней надо сделать, её там поферментировать, сделать вкусную заправку, украсить чем-то, сделать там её с ягодами и так далее, то, опять же, блюдо, блюдо рознь. Всё время помните вот про эту курицу, да, как вы её подаёте. Вот точно такое же отношение к фруктам. Просто часто у нас срабатывает вот это пренебрежительное отношение к фруктам, что это не еда, и типа, что там заморачиваться, на, ешь, да, порезал, не хочешь, ах ты такой-сякой, мой отказывается есть фрукты. Ну, вы ничего не сделали, чтобы он захотел есть фрукты. Так. Ещё важно очень отметить, что если вы про, так сказать, ну, как бы осознали, что да, действительно, естественное питание – это здоровье, и нужно на него переходить. Не надо вот это вот всё объявлять детям. Вот, Вася, мы переходим с тобой на естественное питание. Не надо ничего делать резко, не надо вообще ничего говорить. Нужно быть просто очень хитрой и мудрой женщиной, которая молча, молча, потихонечку начинает внедрять вкусняшки. Пусть останутся пока макароны с сосисками, если он привык, да, там, ещё что-то, какой-то хлеб и так далее. Пусть останутся пока. Но аккуратненько внедрять вот такими, да, ненавязчивыми движениями, без там, без флагов, без рупоров, без всяких торжественных заявлений, что вот, теперь мы будем питаться по-новому. Не надо вот этого вообще говорить, потому что такой подход, он, наоборот, вызывает отторжение. Желание послать, да, пошла ты со своей капустой, подальше ешь её сама, испорченные отношения в семье и так далее. Знаю, о чём говорю. Примеров таких масса, вот, среди моих знакомых. Поэтому хитрее нужно быть, хитрее. Там себе ведите какой-то дневничок, да, себе там что-то помечаете, когда, где, что и как. А сами, между тем, всё очень хитро. Так, теперь я думаю, что я буду отвечать на вопросы и по ходу ответов мы ещё будем как-то шире эту тему разворачивать. Вопросы те, которые были в форме присланы. Так, мама кормящая пишет, постоянно хочется кушать, что делать? Кормящая мама хочет кушать, значит, надо кушать. Но вопрос только в том, что кушать, да? Понятное дело, не булочки, а более здоровую альтернативу. Не надо себя сдерживать, да, если это здоровый аппетит кормящей маме. Но разобраться этой маме, что такое естественное питание и как его внедрять в свою жизнь, это очень нужно. У меня даже вот на мой курс, который будет 7 февраля, пришла одна кормящая мама. И хотя я её предупредила сразу, я говорю, вы знаете, у нас курс очищения. То есть мы будем не только заниматься изучением естественного питания и учиться, переходить на него, но мы ещё будем заниматься условным голоданием, то есть очищением. А кормящей маме этого делать нельзя, потому что она должна кормить, да, и токсины не должны попадать в молоко. А она сказала, да, я это знаю, но я уже запланировала так и так в феврале закончить кормить, потому что ребёнок уже довольно большой, ему уже можно не кормиться. Поэтому я уже сейчас хочу узнать, что такое естественное питание, как на него перейти, как мне почиститься, потому что я хочу, чтобы мой ребёнок был здоров. Вот, респект такой маме, которая уже заранее себе обеспечивает вот такую вот здоровую базу. Так, следующий вопрос. Как вы считаете, что должно быть обязательным в рационе ребёнка? Ребята, ничего не должно быть обязательным в рационе ребёнка. Это вопрос к вам. То есть, вы, ребёнок, это такой же человек, как вы. Спросите у себя, что должно быть обязательным у меня в рационе? Ну, вот вы можете себе реально ответить на этот вопрос. Что должно быть обязательным в вашем рационе? Какая глупость? Рацион должен состоять из той еды, которая вам хорошо заходит, да, как говорят, которая вам в аппетит, которая вам по кайфу, от которой вы чувствуете, что вам хорошо, польза, хороший стул, хорошо работает кишечник, получаете удовлетворение. Вот это вам идёт, это вам заходит, да. Ребёнок, он точно такой же. Нет ничего обязательного в рационе ребёнка. Надо просто смотреть, на что он реагирует, да. Если он какую-то еду отторгает, не надо её пихать, как бы там она полезная не позиционировалась. Ну вот если он не любит бананы, да, плюётся, значит, не пихаем бананы, а предлагаем какую-то, какую-то другую еду. Как приучить детей есть овощи? Ну, в принципе, наверное, повторюсь, что приучать по-хитрому, не надо насильно делать, насильно, ни одну хорошую привычку вы не привьёте. По-хитрому, делайте это вкусно, делайте это так, чтобы на это было красиво смотреть, чтобы слёньки текли, чтобы вам самому было это вкусно и приятно, и по консистенции, и по виду, и по запаху, и по вкусу надо просто придумывать, чтобы это было вкусно. Но для этого существуют всякие варианты заправок. Самая универсальная заправка это мёд, лимонный сок, масло, соль и какие-нибудь специи. Ну, ребёнок, может быть, с перцем не будет есть, да, с острым, взрослым будет. Значит, просто кисло-сладкие заправки, масляные, они универсальны. Если хорошо овощи поферментировать, то есть пожамкать, да, и дать постоять хотя бы там час-два в этой заправке, украсить зеленью, может быть, чесночком, если ребёнок любит. Такой салатик всегда будет съедаться с гораздо большим аппетитом, нежели свежепоугленная капуста, посыпанная солью, политая маслом и податая на еж. Сравнивайте всё время с собой. Так, свежевыжатые соки можно без ограничений детям? Свежевыжатые соки можно без ограничений ровно столько, сколько хочет ребёнок. Если он хочет стакан, пусть будет стакан. Если он хочет полулитра, пусть будет полулитра. Но если он не хочет даже стакан, то пусть хотя бы выпьет там столько, сколько он хочет, там четверть стакана. И просто опять же узнавайте, какие соки больше нравятся. Нравится ли морковный с апельсином, а может быть нравится какой-нибудь там грушево-яблочный или там морковно-яблочный и так далее. Пробуйте. Это работа. Это такая нудная, волокитная работа, кропотливая, как узнавание, да, вкусов ребёнка и фиксирование это в своём дневнике. Но если этого не делать, то дети будут кушать чипсы и макароны с сосисками. Как кормить в выходной, если пять дней ест в саду, утром фрукты не хочет. А вот так и кормить, что если пять дней ест в саду, а в саду мы знаем, как кормят, значит, два дня в выходных пусть будут праздником. Пусть будут для ребёнка праздником. Во-первых, я не думаю, что он настолько голодный, что он будет там просить прямо вот дай мне там макароны с котлетой или дай мне там тарелку борща. Сделайте какой-нибудь фруктовый, там, фруктово-плодово-овощной день. Сделайте вкусный день. Сделайте красивые смузи, там, бананово-ягодные, да, украсть это красиво. Сделайте какой-нибудь там фисташковое-банановое мороженое. Сделайте десерт. Сделайте какое-нибудь желе или мармелад из фруктов. на натуральной основе, с медом вместо сахара, там, с агар-агаром, какие-нибудь конфетки желейные, да, вот эти, там, с тыквы, из тыквы печеной. Сделайте вкусный, необычный день, чтобы ребенку было вкусно, сладко, занимательно, увлекательно, но чтобы это не была стандартная еда, как бутерброды, да, картошка. и он будет ждать тогда таких дней, а уж как они будут рожаться на его пищеварении, это вы просто удивитесь, то есть, насколько ребенок будет лучше себя чувствовать вот на таких днях, разгрузочных, без щей, без картошки, без котлет, а именно вот на таких вот вкусных фруктово-овощных блюдах. Утром фрукты не захочет, просто потому, что не умеете их подавать, учитесь. Что лучше на ужин? Фруктовый салат или овощи печеные? Фруктовый салат на ужин может позволить себе только мама-сыроедка, у которой детеныш-сыроед, таких у нас раз-два и общался. Если вы человек все-таки как-то традиционно питающийся или пытающийся уйти от традиционного к какому-то другому, более здоровому питанию, то вареная еда у вас все равно в середине дня присутствует. Будь то каша, будь то картошка, суп или что-то мучное, вареное у вас все равно будет. Поэтому кушать фруктовый салат после того, как это днем была съедена допустим картошка или макароны, или хлеб, или суп, или каша, и после этого вечером кушать фруктовый салат, это нехорошо, потому что процесс брожения обеспечен как взрослому, так и ребенку. Поэтому лучше все-таки фруктовый салат сделать на утро, а уже вечером тогда печеные овощи. Подходит ли схема естественного питания взрослого и ребенку. Но в том-то все дело, что единой схемы нет как таковой, потому что эта схема зависит от того, на каком этапе находится взрослый или ребенок. То есть либо это начинающий, который только переходит от традиционного к естественному, либо это уже продвинутый пользователь, у которого процентов на 80 уже сырая растительная пища. В принципе, ничем особенным эти рационы не отличаются. Главное, чтобы соблюдались определенные правила и все было по любви. То есть никакого насилия ни над собой, ни над ребенком, никакого обязательного элемента в рационе, что вот ты должен есть авокадо или что-то. Ничего, никто ничего не должен есть. Питание должно выстраиваться по любви. На то оно и естественное. Примерный рацион ребенку двух-трех лет, четырех, двадцати лет и подростка. Ну, как вы понимаете, никакого примерного рациона не будет, потому что продукты питания, которые относятся к естественному, а я уже их озвучила, они одинаковые, что для взрослого, что для ребенка. Осталось только выяснить, что ему, как говорится, что ему больше нравится, что он больше любит и в каких соотношениях или пропорциях ему это все давать готовить. Еще раз говорю, что естественное питание – это не диета. Это очень такой либеральный и демократический подход, но с упором все-таки на здоровую основу. Так, Катя тут написала в личку, я тоже решила ответить. Ваше мнение о пророщенной зеленой гречке и ее сочетании с фруктами. Я знаю, что к злаковым вы равнодушны. Я сегодня сделала смузи пророщенной зеленой гречкой плюс банан плюс сырга. Очень вкусно и легко. Но в то же время подумала, нет ли подвоха в гречке. Дело в том, что, Катя, если бы ты смешала вареную гречку с фруктами, я бы сказала, да, что здесь есть подвох, что ты смешала крахмалью с фруктами и это нехорошо. Но дело в том, что ты гречку прорастила и у тебя, собственно, из этого зернышка получился росток. То есть, от зернышка практически ничего не осталось от этого крахмала, да, там, ну, оболочка, по большей части, оболочка и то, что вышло в росток. То есть, клетчатка и, грубо говоря, сырая растительная еда. Поэтому с фруктами они не контрастируют, нормально заходят, так что в полный вперед. Так, просит питание ребенка 10 месяцев. Ну, опять же, это такой классический традиционный подход, да, напишите мне питание для ребенка 10 месяцев. Это, естественно, уже какой-то прикорм и лучше, если это по большей части сырая растительная пища. Кстати, вот об этих прикормах. Мы недавно с мужем сидели, ели на второй завтрак. я делала пюре бананово-яблочное, что-то там еще добавила, какой-то морковный жмых, миндальный жмых, ну, как обычно, немножко там насочиняла и три раза взбила. Получился такой прям гомогенный-гомогенный завтрак. То есть, он настолько был нежный, такой легкий, как крем. Все это прям было взбито. Вот мы сидели, ели ложками вот это пюре. Я говорю, слушай, ну, прям вот есть детское пюре, да, как вот там в баночках продают. И мы сразу начали эту тему обсуждать. Зачем вообще вот эти баночки, да, которые продаются в магазине под названием детское питание, зачем вообще эти баночки? Вот какой-то там дядя Вася, да, построил завод по переработке плодов и овощей, начал там это все в большом чане варить, через большие мясорубки там прокручивать, большие производственные блендеры и так далее, миксеры. Все это готовить, распособывать в баночки, продавать. Зачем вот это вот все нужно, если есть, сейчас почти в каждой семье есть своя кухня, свой блендер, свой миксер, своя там мультиварка и так далее. Зачем эти баночки? Зачем доверяться дяде Васе, когда можно самому сделать тоже банановое яблочное пюре, да, сварить там те же овощи, взбить их с каким-нибудь там с желтком и с маслом и дать ребенку. Что это? Лень. Просто лень. Вот. А на самом деле, конечно же, такая домашняя еда, и особенно, если это по большей части все-таки сырая растительная пища в виде пюре, конечно, это будет в тысячу раз лучше и полезнее для ребенка, нежели дяде Васина баночка. Так, еще вопрос. Не любит мясо ребенок, но любит фрукты и хлеб. Как отучить от хлеба? А вот здесь я вам так скажу, а вот не надо отучать от хлеба. Вот просто не отучайте. Пусть он ест и фрукты, и хлеб, если он любит. Но только фрукты сначала, а хлеб потом. Вот пусть ест фрукты с утра столько, сколько хочет. И просто объяснить ребенку, что когда ты поешь хлеб, да, вот после хлеба тебе фрукты уже нельзя, потому что животик будет бобо, потому что там, да, заведутся какие-нибудь нехорошие жители, и у тебя животик будет дуть, и ты будешь, будет поносик там или чем-нибудь такое. Поэтому вот кушай фрукты сколько хочешь. Как наешься, тогда я уже потом дам тебе хлеба. Ну, хлеб и там, картошка и так далее. Просто пусть будет вот эта, как сказать, очередность, да, последовательность. Сначала первым эшелоном фрукты прошли столько, сколько захотел, а вторым эшелоном, вторая половина дня уже там вареная, хлеб, овощи, сырые, вареные и так далее. И чтобы ребенок к этому привыкал и понимал, что, да, у каждого продукта есть свой черед. И тогда, тогда, вот этот самопроизвольный отказ от хлеба, он произойдет ровно тогда, когда ребенок научится получать больше удовольствия от фруктов. Если у него не будет вот этого вот смешения, да, которое он, ну, вы ему устраиваете или там он устраивает между хлебом, фруктами и хлебом, у него нормализуется микрофлора в кишечнике, у него кишечник потихонечку очистится. И когда стенки кишечника чистые и здоровые микрофлора, то мы наедаемся быстрее, наедаемся меньшим количеством и умеем наедаться сырой растительной пищей. Вот это насыщение происходит очень хорошее, качественное, полное. И если ребенок будет наедаться по большей части фруктами или плодами, да, овощами, сырыми, он просто сам перестанет выбирать хлеб. И постепенно, постепенно количество хлеба будет уменьшаться, и он сам постепенно от него откажется. Потому что вот такая же картина, она происходит и у взрослых. Если раньше человек завтракал бутербродами и говорил, что он не представляет себе жизни без бутербродов утренних, то когда мы начинали с ним переходить на наши полезные фруктовые завтраки и вторые завтраки фруктовые, и он к этому привыкал, и это нравилось, то он потом говорил, что происходит, я не хочу утром бутерброд, как же так, я раньше без него жить не мог, а теперь я вообще его не хочу. А вот то и происходит, что начинает работать здоровая микрофлора кишечника, меняется ситуация в кишечнике, и организм сам выбирает лучшее, лучшее для него, для организма. А сырая растительная пища, она в любом случае будет лучше, чем хлеб. Так что ваш ребенок сам постепенно откажется от хлеба, если вы будете все правильно выстраивать. Так, ну вот здесь вопросы все, которые были в форме, сейчас еще отвечу на те, которые вы там задаете, я видела, что тут вы присылаете, но сначала я зачитаю сообщение моей подписчицы и моей хорошей знакомой, моей клиентки и участницы моего женского клуба Ирины, которая мне прислала в директ такое сообщение, я просто не могу им не поделиться, мне оно очень прям вот легло на душу. Ирина пишет «Мой ответ на твои глубокие такие нужные посты, мы утонули сами в лабиринте еды, удовольствий, хотелок и детей туда же за собой, но почему на Новый год именно сладкий приз от Деда Мороза, русский дефицит сформировал кейс, только мы можем его содержимое изменить, это нелегко, но возможно, я пытаюсь менять реальность ежегодно, выдумываю совместные акции добра с участием детей, от таких подарков даже Дед Мороз всплакивает в умилении, значит работает подход». Вот. Ирина уже внедрила и продолжает внедрять в свою жизнь вот эти революционные взгляды, не традиционные, да, что сладкие подарки, а именно революционные. И даже Дед Мороз плачет в умилении от таких подарков. Действительно, то, чем занимаюсь я и то, чем занимаются многие мои подписчики, я вижу это по комментариям, это революционный взгляд на питание, это революционные действия в отношении своего питания, и, конечно, это очень часто воспринимается в штыки со стороны окружающих. И если вы читали комментарии к последнему посту про детское питание и к предыдущему, особенно к последнему, там прям девочки явно пишут, как они пытаются изменить какой-то подход к своему ребенку в детском саду, как они просят не давать ему то, как они приносят какие-то свои новшества в питании, и как это воспринимается со стороны других мам и воспитателей. Конечно, смотрят как на нездоровую маму, как на странную маму, но мое пожелание такое, пусть вас это не останавливает, пусть вас крутят у виска пальцем. Вы же уже теперь прекрасно сами знаете и видите, что вы делаете благо и себе, и ребенку, и что потом вы готовите, то есть потом ваш ребенок будет не очередным пациентом поликлиники, сначала детской, потом взрослой, а будет здоровым человеком, который вообще не будет знать, что такое проблемы со здоровьем и не будет посещать эту поликлинику. Вот в чем база, и ради этого стоит и потрудиться, и пофантазировать, и потерпеть нападки со стороны непонимающих людей, а они всегда будут, к сожалению, реальность такова, что всегда будут люди более продвинутые, и будут люди традиционно мыслящие. Нельзя говорить о том, что люди традиционно мыслящие это плохие люди, нет, это просто люди, поэтому нужно относиться к ним с терпением, с пониманием, с добром, но тихо делать свое дело, и те, кто увидит, что это дело реально приносит хорошие результаты, они сами придут к вам и сами спросят, а как ты это сделал, и вот тогда вы им расскажете, а насильно нести свою какую-то политику вот этого революционного питания, конечно же, не стоит. Так, сейчас попытаюсь ответить на вопросы, которые там я видела. так, не успеваю посмотреть, а, не успеваю посмотреть эфир, так, есть вопрос, сахар детям обязателен или можно обойтись фруктозой? Дело в том, что сахар вообще нельзя назвать обязательным продуктом, это глюкоза, да, а глюкоза это энергия клеток, это питание, клеточное питание, но дело в том, что глюкозы мы получаем достаточно с вареной едой, то есть фруктоза это само по себе, это фрукты, ну, кстати, во фруктах есть не только фруктоза, но и глюкоза тоже, поэтому с фруктами мы получаем и фруктозу, и глюкозу, то есть у нас все необходимое для энергии есть, для клеток есть, и та еда, которая сварена, вареная, крахмалистая, либо это хлеб, либо каша, либо супы и так далее, она тоже расщепляется до глюкозы, то есть крахмалы расщепляются до глюкозы, и это тоже поставщик глюкозы, поэтому если ваш ребенок вообще не ест сахар, то это очень большой плюс в питании ребенку, а давать специально что-то с сахаром вообще не имеет никакого смысла, я думаю, что наша реальность такова, что сахар лучше наоборот избегать, потому что он везде натыкан, напичкан, и получается, что мы этой глюкозы просто переедаем, поэтому полные дети, поэтому проблемы уже с поджелудочной бывают у детей, так что лучше сахар сбегать, но в то же время, если он там где-то и попался, да, в каком-то там, в каком-то блюде, не надо из этого делать панику и трагедию, ааа, там сахар, все, караул, немножко больше глюкозы, чем вчера, но не надо паниковать, не надо истерить, то есть относитесь по-здравому, по-трезвому, просто избегайте его по возможности, и это будет уже хорошо. Спасибо. Всю жизнь пыталась, питалась неестественно, всегда было изобилие мяса на столе, как побороть голод при переходе на естественное питание? Ой, конечно, в одном, вот так в одном эфире, да, не ответишь на этот вопрос, просто еще раз подчеркну, что переход на естественное питание должен быть постепенным, чтобы не мучиться от голода, чтобы параллельно при этом совершать еще дополнительные манипуляции по очищению кишечника, но это вот как раз то, для чего и ради чего я собираю эти курсы, которые, я надеюсь, станут регулярными. Вот первый поток мы уже провели, сейчас набираю второй поток, идет набор, приходите на курс, все узнаете, как побороть чувство голода, есть масса способов и хитростей, и фишек, и методов, как работать с собой, чтобы не голодать, все это мы изучаем на курсе, ссылка стоит в шапке профиля до конца декабря, пока не поздно, пока идет набор до конца декабря, приходите, регистрируйтесь, записывайтесь, все-все узнаете, как переходить, как не голодать. Крупы на завтрак, ваше мнение, мое мнение плохое, крупы на завтрак, я бы лучше их отнесла на ужин, если вы не можете без круп, если вы их любите и вам они очень хорошо и благодатно воспринимаются организмом, лучше перенесите их на ужин, просто если вы их скушаете на завтрак, то вы себе перекрываете дорогу фруктом в этот день, а это уже нездоровая тенденция. Ну, мы проговорили час, хотя я, в общем-то, планировала меньше, но видите, вот как-то так получилось. Значит, подводя итог сегодняшнему эфиру, не надо бояться менять что-то в питании детей, если эти изменения связаны с отказом от вредной еды, от неестественной еды, от колбас, от полуфабрикатов, от нахимиченной еды, от сладкой еды, не надо этого бояться, просто если вы будете правильно, вести правильную политику в отношении питания ребенка, то ребенок будет получать все необходимые питательные вещества из той еды, которую вы будете ему грамотно давать с правильным подходом, не будет никакого ущерба, пищеварительная система ребенка справится, если делать это по-умному и с постепенным, с плавным переходом. Вот на этом, позвольте, я завершу сегодняшний эфир, благодарю вас за внимание, теперь уже прощаюсь до, ну, в плане эфира, да, так-то не прощаюсь, но эфир уже теперь в следующем году будет наш следующий, так что хорошего вам дня, хорошей такой праздничной подготовки и атмосферы ко встрече Нового года, хороших, здоровых вам блюд на новогоднем столе, хороших отношений с вашими детьми, с внуками, с семьей, всех вас уже поздравляю заранее с наступающим Новым годом и желаю вам здоровья, всего наилучшего, всего доброго!